Выходя из автобуса, ребята еще не знали, что этот выходной им запомнится на всю жизнь. Многие из воспитанников детского дома «Теремок» впервые увидят море. На лицах радость, восторг и эмоции. Не успев приехать с Седова, дети же сразу устремились с полом. Как говорится, играть и прыгать в воде. Что еще нужно для детского счастья? Но в этот день их ожидали не только игры и купания в море. Каждому ребенку выдали кисти и краски, а также профессиональные холсты. Рисовали с натуры, как и 10 лучших студентов художественного колледжа. Их тоже пригласили на этот выездной пленэр, что в переводе с французского означает «работа на открытом воздухе». Как тебя зовут? Диана. А что ты рисуешь? Море. Море. А кто тебе помогает? Марина. Марина. А какие краски, цвета какие ты используешь? Какие у тебя цвета картины? Море-маморочка. Голубой, коричневый. Атмосфера просто непередаваемая здесь. Действительно очень красивая и очень вдохновляющая. В поле для каждого художника отображается то, что на картине. У тебя была какая-то задумка или вот села спонтанно, начала писать? Респонтанно. Шаг за шагом легкие наброски наполняются цветами красок морского бриза, говорит студентка художественного колледжа Кристина. Девушка увлекается рисованием с раннего детства. И у нее есть свои секреты. Я выбрала этот ракурс с камнями, ну и морем. Интересная цветовая палитра, в том числе перспектива, берег противоположный. Мне показалось это интересно, но я решила это запросить. Как говорят сами ребята, в такие моменты и время летит незаметно. Пока одни купаются, другие пишут картины. У каждого рождается свой морской пейзаж. И если студенты уже знают свое дело, то малышам, конечно же, нужна помощь. Донецкая художница Марина Андреянова не отходит от детей ни на шаг. Мастер-класс работает замечательно. Дети схватывают все на лицо. В моей практике это вообще впервые на море мастер-класс. Для Марины это не первый раз, когда она выезжает с ребятами из детских домов на природу. Летом, осенью, зимой, весной. Ее авторский проект так и называется «Четыре сезона». Сегодня у нас старт проекта 23 июня. В прошлом году этот проект также проходил, набрал, знаете, заслужил, наверное, такую симпатию народную. И в этом году я очень благодарна нашему главе Александру Владимировичу Захарченко за то, что он поддержал, скажем так, мою идею обычного жителя Донецка и помог воплотить «Четыре сезона» второй год подряд в жизнь. В планах поездка с детьми в один из самых живописных городов мира, культурную столицу России – Санкт-Петербург. Ну а результаты проекта «Четыре сезона» после всех пленеров подведут в конце года, когда на выставке выберут лучшие работы. Все ручки век подняли. Ребята стараются, организаторы создают творческую атмосферу. Сотни лет и в день и ночь вращаются в галюсте земля. Сотни лет все в жизни возвращается на вкруги свои. Ну а вечером всех ожидал фейерверк, который не смог остановить даже дождь. Барни! Барни! Ура!